День Петра и Февроньи День Петра и Февронь В связи не только с праздником, который мы будем отмечать, но и вообще в последнее время достаточно часто везде звучит словосочетание семейные ценности, традиционные семейные ценности. А все-таки что мы понимаем под ними? Ну вообще традиционные ценности, наверное, нам как организации, которая занимается поддержкой семьи, всем близки и понятны на интуитивном каком-то уровне. Семья – это бабушки, дедушки, мамы, папы, потом дети, потом их дети, потом внуки. И самая большая ценность вот в этом по всем – это любовь. Любовь каждого члена семьи ко всем остальным членам семьи. Прежде всего, любовь между мамой и папой. Ну и, наверное, традиционная наша русская семейная ценность – это многодетность. Например, вот у моей прабабушки было 14 детей. То есть исторически, я думаю, что каждый, если пороется где-то там и вспомнит и спросит своих предков, все семьи были многодетные в России. А сейчас, к сожалению, эта ценность немножечко у нас подутрачена. – Мне очень приятно, что у нас сегодня два папы, потому что обычно у нас всегда мамы участвуют в беседах, папы бывают где-то редко. И мне приятно, что папы у нас молодые, но уже со своими сформировавшимися какими-то семейными принципами. А, Антон, они у вас какие? Вот если продолжить разговор о традиционных ценностях, каковы они для вашей семьи? – Ну, я даже, как вам объяснить? Ну, для меня семья, конечно, на первом месте тут, безусловно. Вот, как бы вопрос, опять же, после свадьбы не стоял, будут ли дети вообще, их будет, их будет много. Как бы на данный момент уже трое. Вот. – Пока трое? – Пока трое. Ну, как бы вопрос такой, конечно, интересный. – Посмотрим, да. – Сейчас жильем определились, вот, сейчас уже полегче, попроще в этом плане. Вот. Ну, так. В общем-то, как это самое, как семью. Ну, я не знаю, семья в любом случае на первом месте, а сказать о ценностях. Ну, самое ценное, это, конечно, семья, это взаимоотношения внутри семьи. То есть, не знаю. Как обобщить все это, как в одно. – Ну, наверное, никто не сидит и не обобщает, да, для меня семья вот это. И вот, вроде бы, является все это естественным, а задаешь вопрос, думаешь, а что же. – Ну, да, да, как бы она на языке является, как сказать. То есть, чувствуешь, когда в семье приходишь, ты чувствуешь, то есть, все это, как-то сказать, я, наверное, не смогу. – Владимир, а вот Антон сказал, что, само собой, разумеется, семья даже не обсуждается, она есть, будет и должна была быть. – А откуда, вот у вас лично откуда это взялось, что вот она должна была быть сегодня? Ведь это, в общем-то, не обязательно для людей. – Это навязанное мнение, что это не обязательно. У нас просто, у меня тоже поколение, получается, многодетных семей, то есть, с обоих сторон моих бабушки имели много детей. Потом, соответственно, у меня в семье трое было детей, сейчас у меня двое своих. И поэтому это как-то, наверное, потомственно. От поколения к поколению, по крайней мере, в нашей семье передается, насколько я знаю, у Антона такая же ситуация. Вообще, я считаю, что если человек вырос в семье, в которой было взаимопонимание и любовь, то он и хочет это передать дальше, он считает, что это нормально. А вот если где-то произошел какой-то сбой, тогда человек не знает, насколько хорошо жить в семье, и тогда начинаются проблемы. Просто у меня семья была полной чашей, соответственно, мама любил папу, мы любили родителей и так далее, было внимание всеобщее. Мы это стараемся переносить в свою семью также. Поэтому, когда говорят, что семья не нужна или нужно подождать, ну, я жалею таких людей, большие сомнения у меня возникают. Человек просто не знает, на самом деле, что такое семья, что такое счастье. – Вы когда не прочувствуете, да, со стороны смотрится, ну, зачем это? Ну, это не мое, я вот, один живой, меня устраивает. Просто в семье не было человек, видимо, или обделили свое время по этому отношению. – Я хочу продолжить разговор о семейных ценностях. Вот такие традиционные семейные ценности, как моногамия, целомудрие, супружеская верность, они ведь не современно сегодня и не актуальны. – Ну, это смотря где. – Это вам кто сказал? – Может быть, это тоже один из мифов, который мы попытаемся развеять, потому что, на самом деле, мы с большим количеством молодежи общаемся. Да нет, прекрасные молодые люди, которые создают семью. И мне кажется, даже каждый молодой человек, который создаёт семью, он в душе мечтает о том, чтобы эта семья была на всю жизнь. Это же всегда так у каждого. Ну, другое дело, что потом подключаются, может быть, какие-то обстоятельства. Человек, чтобы себя оправдать, говорит, да мы, в общем-то, и не хотели. Но изначально каждая девушка мечтает найти своего единственного. И каждый парень, я уверена, мечтает найти ту единственную, с которой проживёт всю жизнь. Присоединяйтесь к нашему разговору по поводу «Кто это мне сказал?». Ну, на самом деле, правда, об этом и говорит кто? Телевизор или ещё кто-то. А если ты живёшь в духе, вот, например, всё, что с тобой происходит, делает твоё окружение, как правило. Если у тебя знакомые люди с полными хорошими семьями, соответственно, и ты будешь стремиться к этому. То есть человек сам себя выбирает, кем себя окружать, и сам выбирает то, что ему говорят, и что ему навязывает какое-то мнение. Тот же телевизор, можно смотреть семейные передачи какие-то, находить, можно смотреть передачи о разводах и убийствах. Это каждый сам выбирает. Мультфильмы также можно хорошие или нехорошие смотреть. И друзья также. Вот у меня, например, знакомая, у неё четверо детей. А когда я его спрашиваю, как тяжело-не тяжело, он говорит, у меня все такие знакомые. Всех 4-6 детей. Сейчас сложно найти, да, людей с большими семьями. Но они есть, и они себя окружают тоже, получается, людьми, семьями с большими семьями, крепкими. То есть это вопрос окружения, который ты сам, в принципе, себе ищешь, сам себе выбираешь. Ну, мне бы ещё хотелось добавить, что вообще, конечно, общественное мнение, и, наверное, да, в том числе и вот светство массовой информации, сами не замечают, как они это формируют. Мы с этим столкнулись, когда готовились вот к мероприятиям, ко дню семьи, любви и верности. Сначала дизайнер поставил на афишу одного ребёнка с сердечком. Когда мы сказали, что праздник семейный, они нам поставили семью с двумя детьми. Когда я им сказал, что, ребята, праздник семейный, а семья – это много детей, мне начали приводить доводы, что мы не можем найти такую фотографию, да, это сложно, это всё. В конце концов, у нас так и осталось на афише «Семья с двумя детьми». Это наш прокол, наверное. Но мы ясно поняли, что вот в нашем обществе до сих пор жив вот этот стереотип, как в известном фильме «Мальчик и девочка». А на самом деле семья даже с тремя детьми сейчас не редкость, а мы, когда устраивали свой конкурс, мы ориентировались на семью 4+, то есть 4 ребёнка и больше. Такие семьи нашлись, они есть, они счастливы, но они настолько скромные, что мы, ну, их, наверное, не видим, люди не выпячивают своё счастье, они просто живут, они радуются жизни, они радуются своим детям. Но мы в своей работе, когда с ними столкнулись, было ощущение, что это другой мир совершенно, это мир настолько светлый, настолько хороший, добрый мир, и нам очень захотелось его вообще всем показать. И я думаю, что если кто-то хочет, может присоединиться и, ну, посмотреть, присутствовать на нашем празднике, познакомиться с этими семьями. На самом деле, просто когда у человека происходит что-то хорошее, он об этом молчит, он просто счастлив. А когда у человека что-то плохо, он об этом всем рассказывает и навязывает своё мнение. Жалуется. И также, если брать общие средства информации и так далее, когда всё хорошо, это неинтересно, это скучно. Рейтинга нет. Да, рейтинга нет. А когда есть скандалы, всё плохо, это интересно, да. Поэтому ищите себя сами. Очень несложно найти семьи и людей, примеры, у которых всё хорошо и которые счастливы. Не надо ориентироваться на тех, кто кричит, что у них всё плохо. Мы страна, которая не принимает однополые браки. Мы этим гордимся, это наше такое преимущество. А вот как тогда сочетается то, что в стране с традиционными семейными ценностями наибольшее количество в мире разводов, абортов и брошенных детей? Почему у нас это происходит? СМИ это сформировали. СМИ это, наверное, как основной источник. Но другой вопрос, что, опять же, вот, говоря о тех людях, которые не видят другого участия, говорят, что всё плохо, вот это, мне кажется, всё равно накладывается друг на друга. И, опять же, нравственное воспитание советских времён, грубо говоря, там, после развала СССР сильно упало. То есть, раньше я, вот, как могу сказать, раньше бабушки нам говорили, вот мы в ваше время так не делали. Сейчас я смотрю на молодёжь чуть-чуть помлаче своего возраста. То есть, я уже про них могу так сказать. Вот мы в твоё время так не сделали, как бы. То есть, буквально немного времени прошло, я ещё не дедушка, как бы. Вот. Но я уже сейчас могу сказать. То есть, понимая их. На самом деле, нам сложно ответить на этот вопрос, потому что у нас здесь собрались люди, у которых всё хорошо. И когда кто-то спрашивает, почему так всё плохо, у меня неплохо, у моего окружения неплохо, у людей, которые собрались здесь. Но ваша же хата не с краю. Что ещё раз? Ваша хата с краю? Моя хата не с краю, но я предпочитаю не вникать в такие вопросы, которые вот именно говорят, что всё плохо. Вот я своим примером хочу показать, что всё хорошо. Примером Антона, примером других многодетных семей, которые своим, как Достоевский говорил, да, хочешь изменить мир, начни с себя. Чтобы изменить мир, не надо слушать, что все говорят, что плохо. Начни с себя, покажи, как у тебя хорошо, и пусть на тебя смотрят и равняются. Поэтому сложно ответить на вопрос, почему всё плохо. У меня всё хорошо, вот так вот скажем. И у моих друзей всё хорошо. На самом деле, вот мы работаем с людьми, у которых не так всё хорошо. Наверное, для того, чтобы понять, почему это так, всё-таки нужно немножечко к истории обратиться. Ещё нас воспитывали наши бабушки, которые были воспитаны сами в традиционных ценностях, которые родились до революции или в первые годы после революции. Сейчас говорят, что в социалистическом обществе женщина была занята, она работала. Да, наши мамы были заняты, но наши бабушки воспитывали нас. Когда пришло поколение Володи и Антона, ну, уже бабушки, наверное, были не те, может быть, не так воспитывали своих детей, своих потом внуков. То есть постепенно, исторически, то, что было, ушло, подзабылось. И поэтому молодёжь, может быть, где-то недополучила вот этого понимания того, что семья — это самое главное, что человек — это, прежде всего, не социальная функция, это не профессия, это не успех, это не бизнес. Человек — просто человек. Он живёт, он хочет быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, он должен быть не один. Эту простую истину, ну, наверное, у нас как-то в сторону немножко отодвинули, и молодёжь это не понимает. И вышли на повестку дня пробные браки, давайте мы попробуем. Ну, если раньше наших бабушку с дёдушкой повенчали, и попробуем, там никакой речи никогда не шло, то сейчас с этим не получилось, с этим не получилось. Вот и результат. Когда два человека с самого детства воспитаны в правильных, в хороших традициях, ну, я думаю, вероятность, что у них будет вот какой-то там, какая-то неудача в жизни, всё-таки меньше, ну, меньше вероятность неприятности. Я соглашусь здесь, что вообще слово «попробуй» и «постараюсь» — это слово ненормального человека. Человек или делает хорошо, или не делает вообще. Слово «попробуй» не должно быть. А если не получилось? Он делает ещё, он делает ещё, и он делает ещё. То есть самоподход. Если ты пробуешь, значит, ты допускаешь, что у тебя не получится. А если ты делаешь что-то на качество, ты делаешь что-то на качество. Просто это вопрос уже, я занимаюсь предпринимательством, да, и у нас нет слова «попробуй». Если ты хочешь попробовать, то твоё дальнейшее дело, оно не получится. Ты или делаешь хорошо, или не пробуешь совсем. Было бы, наверное, странно, если бы мы сейчас с вами сказали, что сегодня всё плохо, потому что плохо то, что сегодня, а вот то, что было раньше, то, что было до революции, то, что было в советские времена, вот это хорошо, и нужно этого придерживаться. Да, очень много хорошего, хороших традиций было тогда, но мы не можем не идти в ногу сегодняшним временем, не брать какие-то, наверное, современные и важные тенденции. Ну, не получится по-другому. Вот вопрос, наверное, к папам у меня всё-таки. Вот скажите, пожалуйста, должны ли сегодняшние дети, ваши дети, фанатично восхищаться героями зарубежных мультиков, монстрами, и должны ли они играть игрушками, разрушающими психику? Каковых сегодня много, не будем это... Опять отвечу, что у меня, я не знаю мультиков с монстрами, потому что у меня не смотрят мультик с монстрами. Вы не разрешаете, он не пытается, что как это происходит? В общем, если я покупаю ребёнку книгу, это недолго, я просматриваю, что в этой книге написано. Это недолго, прочитать по диагонали книгу занимает 2-3 минуты, и потом ты эту книгу даёшь ребёнку, да? Относительно мультиков тоже можно выбрать самому человеку мультики. То есть есть мультики развивающие, есть мультики плохие. Просто плохие, мы вычёркиваем. У меня вообще телевизор дома мало работает, да, очень мало. Но здесь не суть. Ребёнок всё равно мультики смотрит, но родители, есть интернет, есть ещё что-то. Удели 3 минуты и выбери мультик, который будет полезный твоему ребёнку. Все говорят, всё по телевизору плохо. Так не показывай плохо. В чём проблема? Я здесь не вижу проблемы. Если родитель хочет ребёнку дать хорошее, он даёт хорошее. Если родитель хочет говорить, что всё плохо, он говорит всё плохо и даёт плохое. Выбор мультика, выбор книги, выбор того, чем ребёнок занимается, занимает у родителей несколько минут. Ты или выбираешь ребёнку, что надо, или не выбираешь ребёнку, что надо. Здесь нет проблемы. Вот статистика говорит о том, что современный родитель общается со своим ребёнком ежедневно в течение 20 минут в день. И гораздо чаще с вашим ребёнком общается интернет и телевизор. Антон, вы, наверное, тоже заняты тем, что обеспечиваете семьёй, вы должны работать. Может быть, в моём случае, в нашей семье я пореже, конечно, но поменьше времени с ними общаюсь. Но мама у нас с ними общается постоянно, у нас мама домохозяйка. И по поводу... Могут ли ваши дети смотреть бесконтрольно какие-то программы, которых вы бы не пригодили? Нет, ничего такого нет. Самое, как бы, игры, опять же, если мы скачиваем какие-то игры для него, то тоже смотрим, стоит ли их вообще скачивать. В основном это какие-то логические игры, чтобы развивать, как-то, голову, так сказать. А ну, а так, на улицу, вот, нечем заняться, неинтересный мультик по телевизору идёт. Вон, на улицу, велосипед взял, уехал. То есть, как бы, вопрос не стоит, то есть, что они сами себе выбирают что-то. То есть, ну, такое, что не хотелось бы им показывать, грубо говоря. Там мультики какие-то, страшилки там или что-то. Тоже фильтруем, как бы, грубо говоря. Но говорят же, что авторитарность в воспитании детей, это тоже не очень хорошо, Светлана. А это не авторитарность. Почему дети пришли в этот мир не сами по себе, а пришли к родителям? Потому что, наверное, человек не может сам по себе развиваться. Вот нам сейчас говорят, что личность самого рождения, да, личность. Но если бы эта личность могла сама развиваться, она бы, наверное, сама сюда пришла и сама развивалась. А раз устроено так, что дети приходят к родителям, то родители должны этих детей воспитывать. Вот они и воспитывают. Отбирают то, что своему ребёнку полезно. Никто же не кормит ребёнка едой, которая вредна. А почему же можно такую пищу, вот пищу интеллектуальную, давать ту, которую считаешь вредным? Нет, конечно. Да некогда родителям. Ну вот, позволь себе не согласиться. Очень много семей, которым есть когда. Но есть когда, конечно, больше мамам. Папы добывают хлеб насущный, а мамы сейчас очень прекрасно реализуются совместно с детьми. Очень много групп, которые проводят вместе время. Устраивают конкурсы какие-то, устраивают выезды, там, слёты юных туристят, что-то такое. Мама прекрасно сама реализуется вместе со своим ребёнком. Если она осознанно выбрала вот этот путь, что она не будет себе делать карьеру и что-то там делать, деньги зарабатывать, она будет мамой. Она в роли мамы проводит со своим ребёнком очень много времени. И то, что она его проводит разнообразно, интересно, ей позволяет не уставать. Во всяком случае, я таких мам знаю, вижу. Это очень хорошо. А статистика, ну, на самом деле, если мы будем делать статистику, например, по выборке тех людей, которые приходят к нам за помощью, мы запросто можем сформировать статистику очень негативную. Ну, на самом деле... С статистикой что же такое вопрос? Статистика вещь, да. Вопрос о зарплате в России. Средняя зарплата у нас 32 тысячи рублей в месяц в Самарской области. Кто-то получает 5, кто-то 80. Ну, в среднем мы получаем 30, конечно. Ну, социологи выводят по большему количеству. Вот я понимаю, что мне сейчас Владимир скажет, где это так, у меня всё не так, у меня всё по-другому. Тем не менее, такой риторический вопрос тоже вам задам. Вот как вы считаете, каких традиций придерживаются миллионы российских отцов, которые уклоняются от уплаты алиментов своим же детям? Вот, сразу перебираю. Есть праздник, день семьи, любви и верности. Правильно? По телевизору о разводах уклоняет алименты, ещё что-то, человек может посмотреть всегда. А вот про то, как семьи хорошие живут, да, полные, мы не можем увидеть. Так вот, я предлагаю, я не знаю, там, ко всем людям, управляющим этим телевидением, редактором, главное, ещё что-то. Вы покажите хорошие семьи, чтобы люди смотрели, как жить хорошо. А мы даже в этот праздник говорим, ну что делать, всё у нас плохо. Вы покажите людям, как хорошо, чтобы они захотели жить хорошо. А не покажите людям, как плохо, чтобы девушки не хотели выходить замуж. Там, на самом деле, здесь большая проблема, там, выбор ещё что-то, мужа своего и так далее. Мы не будем её касаться, но вы покажите хорошо. Почему мы всё время говорим, как вот плохо, всё плохо. Да не у всех всё плохо. Кто хочет, чтобы делать хорошо, он сделает себе хорошо, я в этом уверен. Даже если у него где-то там что-то, какие-то проколы, провалы, человек встанет обратно. И у него будет всё хорошо, если он будет к этому идти. А смотреть на людей, покажите хорошего, вот показываем отличного, примерного папу, да, и показывайте примерных родителей. Зачем показывать тех, которые сделали своей семье плохо? Это, я считаю, неправильный подход в принципе. Спасибо, я рада, что провокации удаются, потому что, собственно, эти вопросы задаю вам именно с той целью, чтобы услышать точку зрения на негативные вопросы людей, у которых всё хорошо. И это как раз то, о чём мы говорим с вами. Вот показываем то, что вы считаете должно быть правильным на сегодняшний день. Светлана, вы говорите о том, что к вам обращаются люди за помощью. А за какой всё-таки помощью главным образом обращаются люди? Я так понимаю, что это всё-таки люди, которые желают сохранить семью и испытывают какие-то трудности, правильно? Да, это люди, которые хотят сохранить семью, это женщины, которые хотят сохранить ребёнка, либо в том числе и женщины, которые остались действительно без мужа и воспитывают одни детей. Таких семей тоже достаточно много. Ну, раз так уж сложилось, что я сегодня у нас представляю сторону, у которой не очень всё хорошо, потому что я с этой стороной работаю, с этими людьми общаюсь уже довольно давно. Я хочу сказать, что в основном обращаются за помощью материальной. Но когда начинаешь с людьми разговаривать, когда начинаешь дальше с ними в процессе общаться, получается, что помощь на самом деле нужна больше человеческая. Нужно участие, нужна поддержка, нужно, чтобы кто-то тебе посоветовал, если нету мамы, нету бабушки, молодой мамы, ей кто-то просто должен посоветовать, поддержать, сказать, ты молодец. Вот как раз тот самый вопрос, зачем детям родители, даже взрослым детям нужны родители, и мы нужны нашим взрослым детям, и те девочки, которые к нам приходят, у которых иногда родителей нет, им всё равно нужен старший какой-то товарищ, более опытный, который бы подсказал. Мы, конечно, оказываем помощь материальную, вещевую помощь оказываем в центре, продуктовую, тем, у кого маленькие детки памперсами питанием, но это не главное. Как показывает практика, нужен совет, нужна помощь. Работает у нас психолог, работает иногда очень длительно. И когда семья после этой работы начинает выправляться, вставать на ноги, как-то улучшать свою ситуацию, вот это для нас, наверное, самый лучший результат. Мы не меряем это всё количеством, там, оказанной помощи какой-то материальной. Большая радость, когда рождаются детки, когда мерятся между собой супруги, когда иногда детки находят новую семью, а иногда старая семья восстанавливается, начинает жить уже, ну, более благополучно. Вот стремимся к этому. — Достаточно модная сегодня тема — ответственное отцовство. Вот тут много раз уже звучало, что вот мама следит, вот мамы, в основном мамы, да. Но поскольку у нас сегодня в большинстве папы, то хотелось бы узнать вашу точку зрения на это вот самое ответственное отцовство. Что это такое вообще? Какова роль отца в семье? — Так, я не совсем знаю, что такое ответственное отцовство, да. — Интересно понятие. — Какова роль отца в семье? Вот опять же, к своим истокам, да, для меня отец всегда был пример. Вот, то есть, что бы он ни делал, я всегда его эталоном мужества, любви, эталоном защиты какой-то стены для меня был мой отец, да. Вот я это в своей семье увидел, я хочу, чтобы это же увидел мой ребенок, да, два моих сына во мне увидели. То есть, для меня, то есть, каждое свое действие я смотрю, а вот сын мой что скажет, будет приятно, что вот отец занимается этим, этим, да, или не будет приятно. И я отталкиваюсь от этого, то есть, какую мне планку показал мой отец, такую планку я хочу хотя бы, ну, не сделать ниже, да, и чтобы мои, я горжусь своим отцам, хочу, чтобы мои дети мной гордились. Ну, я согласен, например, с словами. Но вы тоже сказали, Антон, что главным образом занимается мама, поскольку вы должны обеспечивать семью. И это, кстати, отговорка, извините, со словом большинства. Нет, я не считаю, я не хочу сказать, что это отговорка, как бы, тут дело тоже, то есть, у меня есть основная работа, есть какие-то дополнительные заработки, которые не постоянно, то есть, если у меня нет, вот, допустим, осенний, весенний период, вот, всю зиму, вся осень, все, то есть, в принципе, я после работы, я всегда дома, то есть, никуда не езжу, то есть, я вполне много с ними общаюсь. Ну, быть дома еще не знаешь, что быть, еще не значит быть отцом? Нет, ну, отцом, что значит быть отцом? Вот что значит, ну, здравствуйте, я-то мама, а вот что значит по-вашему? Ну, вот, собственно, с вашей стороны именно. Ну, опять же, это, как Волод сказал, это общение, какая-то передача того, что я сам умею, того хорошего, что я могу передать своему ребенку, того, что мне передали, мои родители, и что я хотел бы передать ему, вот, это, во-первых, конечно же, вот, ну, и общение просто, как таковое, с детьми, просто, когда находишься, одно дело, находиться с ними дома, в одной комнате, каждый там занят своим делом, второе дело, это общаться, поддерживать с ним отношения, то есть, чтобы он видел тебя не просто, а, он пришел, вкусняшки принес, давай. Да, 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 да. А, общаться, чтобы с ребенком. Продолжу, вообще, вот, в моем видении есть два типа людей. Одни люди ищут причины, почему я не могу сделать, а другие люди ищут способы, что я должен сделать, чтобы у меня получилось, да. Вот, например, я очень рад, что у меня младший сын встает в 6 утра, а старший спит до 8, я в это время, пока я не на работе, я могу с младшим сыном уделить ему время, поиграть. Зато младший сын в 9 часов ложится, а старший не спит до 11, тогда после с 9 до 11 у меня есть время для старшего сына. Это так само собой сложилось? Так само собой сложилось, да. Если бы было по-другому, я бы там какие-то другие варианты искал, но вот так оно и происходит. Поэтому вот эти два промежутка, когда я одно время полностью уделяю одному сыну, да, второе время полностью уделяю другому сыну. Второй еще вопрос. Почти все родители, ну не все, но многие могут как-то сына взять, чтобы он им помогал. Например, у нас замечательные бабушки-дедушки, спасибо вам огромное, пользуюсь случаем, передаю, да, в Самаре живут, и каждое воскресенье, например, у меня сын просится к бабе, к деду в дом, да. И там если дед чем-то занимается, я не знаю, он пилит что-то еще, у них там целая мастерская. Вот мой, его внук, мой сын, он тоже с ним пилит, что-то делает, помогает. Я иногда удивляюсь, как там сын молотком деду палец не стукнет, но он находит эту возможность. Он, конечно, удивительный, замечательный дедушку, но он находит возможность работать вместе с внуком, которому три года и которому надо, как бы, казалось бы, которого почти все, наверное, будут убирать от этой работы. Нет, он ему дает возможность, он находит возможность и дает возможность, и от этого все счастливы. Это прекрасно. Светлан, совсем чуть-чуть у нас времени, давайте все-таки расскажем, что за праздник ждет нас в субботу. В субботу уже с 2009 года празднуется много лет праздник. Православный – это День Петра и Февронии, а Всероссийский день называется День Семьи, Любви и Верности. И, конечно, это день тех семей, которые умеют эту любовь и верность хранить, а эти семьи, как всегда, как правило, многодетные семьи. И мы решили для этих семей устроить праздник, чтобы они могли, как говорится, себя показать, на людей посмотреть, и чтобы все могли посмотреть на хорошие, многодетные, счастливые, благополучные семьи. Мы устроили небольшой конкурс, семьи откликнулись. На этом празднике мы хотим их поздравить, просто сказать им добрые слова за то, что они есть, за то, что они наш мир так улучшают, украшают. А приглашаем на праздник семьи вообще все. Просто мам с детьми и все семьи. День Семьи, Любви и Верности. Строить семью можно начать действительно с себя. Вот я и мой ребенок, это уже семья, и здесь в этой семье присутствует любовь. Поэтому это праздник абсолютно всех. Если кто-то молодые люди, там девушка и парень, могут прийти, посмотреть, получить какой-то, ну я не знаю, пример положительный. А в общем-то, в основном праздник, конечно, будет для детей. То есть будет выступать детский коллектив, задумка, будут аниматоры, будет аквагрим, который детки так любят расписывать им личики. Будут катания на аттракционах, ну и всякие развлечения детские. В 11 часов начинается у нас праздник, и там дальше, ну, да пока все не устанут. И где это будет, мы не сказали. Парк Щерса, улица Спортивная, 19, напротив ЦУМС Самара. Секунду, еще можно? Да, спасибо большое. Говорить о семейных и традиционных ценностях можно много и долго, но вне семьи это не имеет смысла. Берегите свою семью. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова